Продолжение следует... ...я являются одними из наиболее распространенных болезней органов брюшной полости. Как правило, желчный пузырь расположен в пузырной ямке на висцеральной поверхности правой доли печени. С латеральной стороны и спереди к нему может прилежать поперечно-ободочная кишка. Печеночная диодональная связка, в которой проходит общий желчный проток, расположена медиальнее. Левый и правый печеночные желчные протоки идут вдоль соответствующих портальных вен. Сливаясь, образует общий печеночный проток, после впадения в который пузырного протока начинается общий желчный проток. В последние десятилетия широкое применение в клинической практике при заболеваниях желчевыводящей системы нашел ультразвуковой метод исследования, основанный на отражении акустической волны отсред с различными акустическими плотностями. Преимуществами ультразвукового метода исследования по сравнению с другими инструментальными методами являются высокая информативность, безопасность для пациента, отсутствие рентгеновского облучения, возможность неоднократных повторных осмотров и применение метода во всех возрастных группах. Исследование желчевыводящих путей обычно выполняется в положении пациента лёжа на спине или левом боку при обычном дыхании. Желчный пузырь при ультразвуковом исследовании выявляют в правом подреберье, изменяя положение датчика, находят сечение, в котором длина пузыря максимальная и производят определение его размера, длины, ширины. На этом же сечении можно оценить форму желчного пузыря, состояние его стенок, его содержимое. В норме желчный пузырь представляет собой анахогенное образование продолговатой формы, длиной не более 12 сантиметров и шириной не более 4 сантиметров. Толщина стенки пузыря не превышает 0,3 сантиметра. Для поиска гепатика холедыха датчик устанавливают в положение, повторяющую ход печёночно-доудональной связки. В норме диаметр гепатика холедыха не превышает 0,5 сантиметра. У больных после удаления желчного пузыря по поводу куликулёзного холецистита не более 0,8 сантиметра. Внутренний диаметр левого и правого внутрепечёночных желчных протоков не превышает 0,2 сантиметра. Толщина стенок желчных протоков не более 0,2 сантиметра. В настоящее время ультразвуковое исследование выполняется на диагностических приборах, позволяющих получить динамическое изображение в оттенках серой шкалы. Используются механические и электронные датчики частотой от 3,5 до 5 МГц с различной формой звукового луча. Линейные, конвексные, секторные. У больной, учитывая анамнез, результаты осмотра и клинико-лабораторные показатели, вероятнее всего имеется хронический куликулёзный холецистит, холедохолитиаз, осложнённый механической желтухой. Для подтверждения этого предположения целесообразно выполнить ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков. В правом подреберье виден несколько увеличенный в размерах желчный пузырь. В его просвете множественные камни, дающие акустическую тень. Гипатика холедох расширен. Типичные признаки механической желтухи. Среди аномалий развития и расположения желчного пузыря наиболее часто встречаются аномалии формы желчного пузыря. Виден желчный пузырь неправильной формы с перегибом в области его средней трети. При остром холедсистите выявляют утолщение стенки желчного пузыря и появление гипоэхогенного ободка вокруг него. Или же двойного контура пузыря. Для хранения холедоха выявляют утолщение стенки желчного пузыря. Для хронического холедсистита при ультразвуковом исследовании характерно утолщение стенки желчного пузыря более 0,4 см. И как правило не превышающее 1 см. Ихогенность стенки увеличена. Под холестерозом желчного пузыря понимают наличие в стенке пузыря холестериновых полипов. На эхограмме на передней и задней стенках желчного пузыря видны эхогенные структуры диаметром до 0,6 см. Которые не имеют за собой акустической тени и не перемещаются при изменении положения тела. Форма и размер камней желчного пузыря могут быть различными. На эхограмме можно видеть на нижней стенке желчного пузыря несколько мелких диаметром до 0,5 см. Эхогенных округлых структур, которые дают неинтенсивную акустическую тень, вследствие своего малого диаметра. Иногда акустическая тень может отсутствовать у чисто холестериновых камней диаметром до 1 см. На эхограмме виден желчный пузырь, почти полностью заполненный конкрементами, дающими интенсивную акустическую тень. Свободная желчь визуализируется в виде узкой анахогенной полоски над передней поверхностью камня. Ультразвуковое исследование – один из наиболее достоверных методов выявления рака желчного пузыря. На снимке определяется структура, исходящая из стенки пузыря, имеющая неправильную форму. За этой структурой нет акустической тени. Это образование не изменяет положение при движении пациента. На эхограмме видно расширение общего желчного протока до 1,5 см. Сосудистая структура, расположенная ниже, ствол портальной вены. Вместе они формируют так называемый феномен двухканалов или двустволки. На эхограмме видно расширение как крупных, так и мелких внутрепечёночных протоков. Метод ультразвуковой диагностики, он хорош ещё и тем, что он позволяет динамически наблюдать пациентов как до, так и после операции, а также после терапевтического лечения. Особенно это важно у пациентов с заболеванием желчного пузыря, желчного водящих путей, когда пациенту решается вопрос о оперативном лечении. Мне бы хотелось сейчас ещё остановиться на том, что вот ультразвуковая диагностика, она несомненно будет развиваться и развивается, так как для пациентов это, ещё раз хочу повторить, безвредный метод, безопасный метод, метод легко управляемым, управляемый как для больного, так и для врача. У больной после операции по поводу хронического кулькулёзного холецистита, холидохолитиаза, механической желтухи, с помощью ультразвукового исследования выявлена нормализация размеров внутри и вне печёночных желчных протоков. Не обнаружено возможных хирургических осложнений, что наряду с клинико-лабораторными данными подтверждает эффективность оперативного лечения. В отделе клинической физиологии и функциональной диагностики научного центра хирургии Российской Академии Медицинских Наук также разрабатываются новые методы компьютерной обработки полученных серошкальных изображений с целью улучшения точности ультразвуковой диагностики. С помощью метода псевдоокрашивания возможно различить объекты с небольшими отличиями в отражающей способности. После введения в компьютер цифрового изображения на серошкальном мониторе виден желчный пузырь, в котором определяются эхогенные структуры, дающие акустическую тень. Возможно, одновременная обработка четырех и более изображений. На цветном экране компьютера камни имеют фиолетовый цвет. А акустическая тень за ними желтый цвет. С помощью метода построения гистограмм можно дать количественную оценку плотности стенок желчного пузыря. Трехмерное изображение желчного пузыря, которое можно получить после компьютерной обработки, точно ориентированных в пространстве двухмерных изображений, позволит более точно определить его форму и топографические особенности. Возможности ультразвукового исследования желчного пузыря и желчных протоков далеко не исчерпаны. Благодаря техническому совершенствованию аппаратуры, внедрению новых методов обработки ультразвукового изображения, этот вид обследования будет находить все более широкое применение в практической медицине. Субтитры создавал DimaTorzok